всем привет ну что я начинаю свой новый видеоблог с зайки всем он уже понравился в прошлом видео спасибо огромное за такие прекрасные комментарии но я вам показываю его еще раз и уже вот с такой корзиночкой кстати здесь вот возле зайки стоит плюшевая подушка сердца я оставила ее себе делаю для себя и как раз на нее у меня имеется бесплатный мк на youtube канале поэтому на моем так что можете пройти в мои мастер-классы избранная папка там будет мой мастер-класс вот ну а этот зайчик просто хотела вам вот как раз показать размеры еще раз назову высота этой игрушки 48 сантиметров он очень большой очень мягкий плюшевый посмотрите мордашечка такая ну и вот я для него сделала корзинку для яичек эта корзинка связана ну рассчитывала я ее сама но мастер-класс брала тоже с youtube мастерица делает бесплатные мастер-классы по вязанию с плюшевой пряжи и вот она там делала пасхальную корзинку если кому-то но она у нее в большом размере если кому-то нужен мастер-класс пишите обязательно вам скину ссылочку вот поэтому вот такой зайка с корзиночкой красивый у меня теперь есть вот предлагаю я его к пасхе поэтому если он еще будет наличие на данный момент выпуска видео пожалуйста если кому пишите очень надеюсь что он уедет очень скоро домой продается он за 100 белорусских рублей моя вчерашняя покупка на вб у меня поступил очень крутой заказ на куклу сражение волосами кукол таких я делаю не часто вот но если у меня заказывают могу выполнить честно говоря долго мы заказчиком общались я сразу не хотела брать этот заказ заказ очень крупный но я имею ввиду большой большая кукла плюс очень много тонкой работы короче буду показывать вам в процессе как я ее буду делать потому что мне нужно сделать не только еще эту куклу но еще и единорожку к этому заказу вот треса мне эти очень нравится этот набор продается набором сразу две упаковки здесь по моему до 1 треса метр длина высота этих трес 25 см мне как раз подходит цвет такой хороший мне понравился вот поэтому обязательно оставлю ссылочку в телеграм-канале на эти волосы возможно кто будет делать пригодится там различная палитра вот и также я заказываю вот такую проволоку она мне тоже нужно для каркаса куклы я уже заказываю не в первый раз тоже она мне очень нравится обязательно оставлю ссылочку в телеграм-канале ну что пойду работать мне нужно еще сделать зайчика маленького пасхального единорожку и куклу короче это предстоящая моя работа поэтому блок будет тоже насыщенный сегодня ходили в грин я сделаю для себя такую покупку не покупала я здесь никогда себе парфюм и решила попробовать меня привлекло ну девушка раздавала ароматы и мне что-то вот понравился один из ароматов я вот прямо все потом перенюхала очень много подошла сама продавец она так неплохо разбирается вот и все равно остановилась на том который понравился если вы когда-нибудь пользовались напишите мне мне даже интересно у них целая сеть парфюмов они частично на маслах выполнены кстати очень очень хорошая цена и вот я даже выйдя из берина попрыскалась водичкой прямо вот и пока вот мы дошли сейчас квартире просто стоит дикий аромат этим парфюмом вот просто смотрите когда я пользуюсь водичками такими не из дешевых в основном там кинзо 212 номер да ну там когда-то даже там versace покупала сейчас его терпеть не могу короче всякими такими вот парфюмами брендовыми скажем так но иногда просто начинают уже казаться что как бы вот эта трата денег начинают просто даже где-то закалебывать думаешь блин ну купил ты парфюм тебе надоедает тут у меня они стоят вот я сейчас например надоело я хочу что-то вот попробовать другое вы знаете что вот я себе короче взяла такой парфюм 30 миллилитров этой водички стоит 40 рублей это вообще капец 40 белорусских рублей но это очень дешево аромат очень классный такой прямо летний весенний но он такой с такой дирк дерзкости скажем так ну не прямо там воздушно но такой но мягкий летний вот видите состав тут так указан духи группы extra короче а 10 если кто-нибудь когда-нибудь пользовался этой фирмой вот а 10 купила себе короче попробую посмотрю на на данный момент вот уже прошел час у меня просто вот ну вода это просто ну очень хорошо пахнет на мне вот очень такой думаю стойкий аромат и думаю даже будет понятно после ночи когда ты грубо говоря полежишь в кровати на подушке как этот аромат на утро будет стойки не стойки ну или после целого даже рабочего дня специально даже сегодня вот попурскать на ночь и посмотрю короче если вы пользовались напишите как вам это вот фирма будет интересно какая милота получается делаю беленького зайчика вот такого пасхального класс очень мне нравится результат сейчас осталось только пришить лапки верхней и нижней одеть комбинезончик а покажу вам уже что получилось но еще связать бантик еще бантик будет сегодня показываю вам кулисы своей работы над каждой фотографии просто это такой труд на самом деле помимо самого вязание игрушки и и оформление вот видите наношу я румянки ей сейчас давайте без камеры нанесу эту боюсь сделать криво вот нанесла румянки видите все вроде как последние штрихи все сделаны все аккуратно красиво ну а теперь нужно показываю вот видите выкладываю я свой фон придумываю оформление зоны до фотографий открытки так как я хочу эти зайка предлагать к пасхе вот такой кстати получился зайчишка шикарненький мне спрашивали что же я буду делать из нежно-розового с белым цветом вот эта милота получилась это все вложение всегда затраты мне там кто-то написал в комментариях по поводу зачем распечатывать мастер-классы тоже кстати вот хочу еще сделать акцент на этом каждый мастер работает так как ему удобно мне неудобно вязать с телефона с компьютера и ноутбук у нас принципе занят тоже другими какими-то делами нашими и открывать его бесконечно только по вязанию мне некомфортно поэтому я распечатываю это не значит и не умею хранить в облаке просто у меня также все сохранено но для комфорта я распечатываю для меня это небольшие деньги распечатать мастер-класса вот поэтому продолжим каждая вот мелочь видите от купила веточку такую новенькую это стоит денежек тоже то есть в каждые каждую мелочь ты вкладываешь вкладываешь и вкладываешь вот пожалуйста поэтому вязание занятия серьезно этим делом это тоже бизнес это тоже своего рода очень огромная работа а не просто знаете так навязала навязала и от балды короче сфоткала если вы будете так фотографировать то у вас будут такие же и заказы от балды это мое сугубо стопроцентное мнение и это я поняла еще от других мастериц за которыми я долгое время наблюдаю я вижу как они серьезно подходят к фотографиям изначально у меня тоже было все не идеально и сейчас у меня тоже все далеко не идеально я умею себя критиковать я знаю что мне еще расти и расти до красивых шикарных фоток но я учусь тренируюсь и надеюсь что с каждым разом все лучше и у меня получается вот такой зайтишка все буду фотографировать для инстаграма и потом обязательно дальше буду показывать вам свою работу потому что мне нужно закончить точнее начать и закончить единорога и куклу огромный заказ ну и хотела показать вам разницу этих зайк посмотрите в размере это просто в два раза это один мк просто вот в один в один связано то есть ничего я там не высчитывала не уменьшала это зернар джинс это из плюша вы видите какая разница в размере в два раза так прикольно смотрится вообще ну просто знаете может быть кого-то не особо понятно какой размер этой игрушки вот показываю вам прямо видео вот объясните мне пожалуйста как нахрена делать глазки которые реально невозможно вставить в игрушку но это же какой-то трэш просто ну вот я я просто реально хочу снять потому что мне не хватает просто уже никаких сил просто уже и расплавили зажигалкой попробовали да ну реально не хватает никакой силы чтобы вот засунуть вот эти вот здоровые глазки в игрушку ну как это но я вообще не понимаю вот вот честно вот напишите как вы вставляете эти глазки я с этими глазками работаю очень редко просто вообще я в основном использую обычные черные но вот эти вот ну вот объясните мне как это я вижу игрушки ну кто это придумал ну неужели нельзя вот эту заклепку сделать мягче что это вот и она даже не сгибается ты не за ею блин не знаю что можно делать вот видите как вот вся сила вот она даже не гнется вот металл какой-то натуральную металл просто вот у меня просто не хватает никаких сил больше честно напишите как вот если вы используете такие глазки вы вставляете я вообще не могу понять как их можно вставить уже не первый раз этим сталкиваюсь и в очередной раз не понимаю как их можно вставить некогда мне отдыхать посмотрите кто у меня уже следующий на подходе это единорожка я уже видите сколько проделала работы вот у него такой рожек будет он достаточно небольшой маленький в районе 15 сантиметров вот у него такие вот ушки я уже сделала мордочку вот так мы приделаем ему у него даже будут реснички вот кстати еле-еле я вставила эти глаза но все-таки у меня получилось это было что-то с чем-то короче не знаю все этими глазами глазками я больше пользоваться не хочу потому что это вообще какой-то трэш вот так что сейчас еще доделаю вторую лапку ему него будет грива ну короче покажу результат просто показываю что вот уже вся вся в работе у меня как раз 4 выходных я очень много могу сделать поэтому делаю заказ вот мне как раз нужно к этому же заказу сделать куклу вот но я решила сначала сделать единорожку а потом уже начинает работать над куклой всем привет показываю вам заказ единорожка готова но такая милашка получилось мне очень нравится как и всегда вообще нужно любить свою работу это что ты делаешь и тогда все будет получаться она небольшая размер игрушки 15 сантиметров вот она сидит вот так вот здесь у нее хвостик грива такой цветовой гамме сделано ну конечно же каждый может криво сделать по-своему можно добавить и каких-нибудь сладеньких прядей то есть тоже мне кажется будет красиво вот эти глазки которые я все не могла вставить все прекрасно получилось реснички тоже это достаточно ювелирная работа вот как видите вот их трогаю то есть они приклеены просто намертво клеем причем еще и водостойким то есть даже при мытье этой игрушки ресницы будут держаться все это я аккуратно всегда делаю короче работа это не мелкая точнее мелкая но сложно реснички приклеить это сложновато очень даже вот здесь я такие пуговки купила кстати вчера ягодки в разных расцветках на пузик чтобы ей пришить такую красоту я долго думала что можно пришить я решила пуговку ягодку сделать вот продается у меня такая красотка 40 за 45 белорусских рублей повтор конечно же возможен единорожек я раньше делала но других вот а сейчас когда у меня попросили эти нарока сделать я предложила такой вариант потому что предыдущий не очень хотела делать и заказчик одобрила и понравилось мне тоже понравилось делать эту игрушку нилашка какое солнышко какая погода наконец-таки тепло все настроение такое конечно после этих выходных не очень хорошая но тем не менее солнышко приносит позитив купила вот такую проволоку очень-очень тонкую мне она нужна для изготовления крыльев для куклы поэтому иду делать куклу дальше вот очень тонкая проволока получается гораздо тоньше то что я использую для самой куклы вот я обязательно телеграм-канале оставлю ссылочку и она вообще тонюсенькая тонюсенькая мне как раз нужно накрыли вот видите если толщину смотреть просто здесь большой метраж и его тоненькая вот ту которую я вставляю в куклу то есть но она гораздо толще так короче ту которая вставляет куклу вот это два миллиметра это 0 9 миллиметров то есть даже миллиметра нету как раз не нужная если честно еще слабо представляю как это все будет выглядеть это просто мысль из головы она кстати очень недорого стоит это проволока вот потому что я полностью свою куклу то есть куклу которой у меня заказали частично буду делать из головы показываю что у меня уже сделала огромный объем работы это туловище посмотрите каркас здесь полностью вставлен каркас у нее все шевелится то есть указываю ручки гнутся ножки то есть все сгибается просто не хочу сейчас вот показываю все фиксируется здесь полностью везде вставлена проволока вот видите как я тут все зафиксировала вот огромная такая работа проделана я сделала и как бы такую имитацию трусиков вот это кукла открывай секрет wings bloom вот я еще слабо представляю что у меня получится но вот уже волосы я подготовила рыженькие такие честно цвет вообще изумительный мне очень нравится то что я хотела вот голова парик реснички такие вот у меня буду пробовать делать и вот цветовая палитра одежды я еще слабо понимаю что будет не хочу загадывать потому что такая работа очень тонкая серьезная но эту куклу нужно еще и одеть я уже понимаю во что она будет одета и кто смотрит меня давно конечно же видели мои работы я вставлю вот сюда для тех кто смотрит мне не так давно по какому им к я делаю туловище этой куклы сделала и голову то есть и поэтому же мк я делаю сейчас волосы к парику это мк куклы вин уэнсдэй адамс это доступный мк бесплатный я вот сюда вставлю вам фото этой куклы она уже здесь вот я ее дело когда-то на заказ и поэтому мк я полностью создаю эту куклу wings вот но все остальное одежда обувь оформление крылья короче я буду не знаю как еще вязать все фантазия не нужно до конца недели закончить этот заказ эта кукла поедет домой вместе с единорожкой поэтому все бегу работать результат куколку покажу в следующем видео завершаю видео плодами своей работы хочу вам показать кукла еще конечно не закончена ну вот что получается слушайте но я сама прям в шоке того что получается мне очень нравится вот ну то есть принципе она готова и осталось только и осталось только одеть не такие волосы и реснички ну короче все будет год вот такая вот продуктивная работа на этой неделе